В 1970 году известный американо-швейцарский географ и картограф Уолда Тоблер сформулировал правила, которые шуточно теперь называют первым законом географии, говорящие о том, что все вещи в мире взаимосвязаны, но те, что находятся ближе, связаны чуть больше. И на протяжении прошедших лет мы не уставали доказывать, что учет географических факторов нужен и важен, и без него любой анализ не является полным. Инструменты, которые поддерживали нас в этом, инструменты пространства, наверное, за это время совершенствовались и находили применение в самых неожиданных областях. И вот примером таких не самых традиционных историй является демонстрация, которую мы увидим в показе Дмитрия Кудинова, нашего давнего друга, урожденца Владивостока и ведущего разработчика компании «Эзри». Спасибо, Сергей. Слышно меня, да? Плохо? Так лучше? Спасибо. Да, все, что находится рядом, действительно связано немножко больше, чем то, что находится на более далеком расстоянии. Так вот здесь мы сейчас с вами смотрим на карту города Чикаго и точечный слой – это точки, которые представляют преступления, совершенные на территории этого города за 4,5 года. Здесь порядка 100 тысяч точек. Каждая имеет тип преступления, место и время. Многие из нас, я думаю, так или иначе сталкивались с подобным набором данных, где количество информации просто переполняет возможность быстрого анализа. И тем не менее, это все на основе чего мы должны сделать какие-то выводы, принять решения, планирование. Так вот, традиционно я, например, делал такие вещи. То есть, ну, вот, kernel density, да, то есть, плотностные поверхности. Там может быть, ход-спот, горящие точки анализа. Проблема в том, что здесь есть временная составляющая, то есть, 4,5 года данных. И мне интересно посмотреть, а что же вообще происходит, какие здесь тренды, какие тенденции, как меняется этот сигнал со временем. Так вот, в 10.3 мы представляем новый инструмент, над которым мы очень хорошо поработали, который называется Emerging Hotspot Analysis, или в переводе это анализ возникновения горячих точек. Этот инструмент, он очень похож на традиционный анализ горячих точек, или Hotspot Analysis. Однако, он берет во внимание еще одно измерение. То есть, это трехмерный анализ. Однако, третьим измерением здесь является не высота над уровнем моря, а время. И мы с помощью этого инструмента позволяем теперь вам находить пространственно-временные статистически значимые феномены. С тем, чтобы посмотреть, как меняется сигнал в этой географии за представленный диапазон времени. Так здесь, например, результатом работы этого инструмента сразу получается фича-класс в базе геоданных с уже заранее заготовленной легендой, которая математически точно описана в документации и математически точно определяет состояние и производные изменения сигнала в каждой из этих ячеек за заданный период времени. Так мы можем посмотреть, например, вот сюда, в центральную часть, юг района Норслон-Дейл. Так, например, вот здесь вот три этих ячейки, в соответствии с легендой, они являются возрастающей горячей точкой. Это значит, что за 90% времени, как минимум 90% времени заданного периода, производная сигнала возрастала. То есть количество преступлений здесь постоянно увеличивается. Мы можем посмотреть немного ниже, вот сюда, на юго-восток. И здесь мы видим, что достаточно хороший такой район, который в соответствии с геометрией, с легендой, это как раз вот убывающая горячая точка. То есть в соответствии с определением, это как раз как минимум 90% времени за этот представленный 4-годичный период сигнал убывал. То есть производная у нас была отрицательна. Здесь немного вот отсюда, на северо-восток, так называемый спорадическая холодная точка. То есть уровень здесь преступлений был большую часть времени низок, но сигнал периодически пропадал точно. То есть статистически мы не можем сказать однозначно, что все время там это была холодная точка. То есть уже мы видим совершенно другую картину. И этот инструмент я его просто заранее запустил, потому что он выполняется где-то 40 секунд, чтобы просто сократить эту демонстрацию. Но за 40 секунд мы обработали 100 тысяч точек за 4,5 года интервала времени. Давайте посмотрим немного, как вообще этот инструмент работает в глубине, что у него под капотом. Поскольку он трехмерный, давайте используем, собственно говоря, возможность Argus Pro и визуализируем эти данные в трех измерениях. То есть здесь вы видите, собственно говоря, эти же точки расположены по вертикали. И чем более недавно произошло это преступление, тем выше оно над уровнем моря. То есть в принципе уже даже так что-то можно, наверное, понять из этого скопления. Однако, тем не менее, все-таки не так много, конечно. Но для того, чтобы вот этот инструмент анализа возникновения горячих точек работал, в 10.3 также привнесен новый инструмент, который называется Create Space Time Cube или куб пространства-времени, который фактически разбивает пространство и время на кубические структуры и делает агрегацию сигнала по этим кубикам. То есть считает фактически количество точек, попадающих в каждый кубик. И вот здесь, в принципе, мы видим уже как раз вот этот же регион с уже разбитыми этими кубиками. Уже, в принципе, гораздо более вразумительная визуализация. То есть мы видим, чем более темная у нас легенда на колонне на этом кубике, тем большее количество точек в него попало. Однако, результатом работы этого инструмента как раз получается файл в формате нет-CDF, который мы можем передать дальше на дальнейшую обработку в анализ возникновения горячих точек инструмент, который выполнит уже статистически и математически обоснованный анализ этого входного сигнала из нет-CDF с тем, чтобы мы получили статистически правдоподобную картину. Вот мы можем посмотреть сейчас вот в разрезе, мы смотрим с вами опять же на этот южный регион. Вот он, посмотрите, здесь вот в 3D. Обратите внимание, что вот этот вот регион убывающих горячих точек, он сезонный. То есть вот они 4 года, и вот половинка пошла. И, в принципе, радиус, если мы посмотрим с разных сторон, то есть радиус этих окружностей немножко уменьшается, что соответствует как раз тому факту, что это у нас убывающая горячая точка. Вот здесь, собственно говоря, спорадическая холодная точка, вот она, колонна, тоже пошла. Для чего вообще такой анализ интересен в данном конкретном применении? Ну, давайте посмотрим, например, вот здесь вот в частности 7-ое отделение, полицейского отделения города реализовало и реализовывало программу по предотвращению и профилактике преступлений в 7-м и в 3-м как раз вот районах. И, в принципе, мы видим, что статистическое подтверждение того, что программа-то была действительно эффективной. То есть теперь мы можем, и мы видим сразу, где эта программа или что-то похожее должна быть имплементирована и введена в действие в дальнейшем для того, чтобы принять применитивные меры по нераспространению вот этих вот горячих точек. И в заключение хочу сказать, что это только начало. То есть мы сейчас работаем очень активно над расширением набора инструментов геообработки, которые будут брать как вход временной сигнал. То есть мы будем делать и 3D, вот как в данном случае, и 4D. Спасибо. Спасибо. Спасибо.